Допустим, мы хотим оценить, как зависит уровень удовлетворенности работы от целого набора переменных. И, соответственно, прогнозировать для каждого конкретного респондента, в зависимости от сочетания предикторов, какой у него уровень удовлетворенности работы. Здесь перечислены все переменные, которые потенциально могут оказывать влияние на зависимую переменную. Прогноз учителяется обычно через регрессионное моделирование. В данном случае зависимая переменная является псевдоинтервальной. Она на самом деле ранговая, но здесь один из рангов, поэтому считаем ее псевдоинтервальной. Следовательно, нам нужна линейная регрессия. Линейная регрессия требует, чтобы предикторы были метрическими, интервальными или псевдоинтервальными. Мы видим, что часть предикторов здесь номинальная, поэтому пока мы их рассматривать не будем. Часть предикторов интервальная, часть предикторов ранговая. Это интервальная переменная, поскольку здесь есть привязка к периоду времени. Возможно, она требует некоторой перекодировки, чтобы коды лучше выражали привязку к единице времени. Но в целом она интервальная. Это переменная ранговая, поскольку здесь всего лишь 5 рангов. Этого недостаточно, чтобы считать переменную псевдоинтервальной. Есть еще ряд переменных, которые являются ранговыми, не псевдоинтервальными, которые поэтому мы не можем включить в регрессию. В правом столбце я пометил, какие переменные не могут участвовать в традиционной линейной регрессии, поскольку не являются интервальными, метрическими или псевдоинтервальными. Остается очень мало переменных. Попробуем сначала сделать регрессию с ними. Затем включим категориальные предикторы посредством даме переменных. Кроме того, чтобы переменные вот это и вот это были полноценными интервальными, надо с ними сделать перекодировку с привязкой к периоду времени. Например, здесь мы привязываемся к месяцу. Every day значит 30, условно говоря, several.